Здравствуйте! Мы в магазине All Time и сегодня мы говорим о часах с фишками. У меня на руке часы. Это бренд Bomberg и вы видите абсолютно мирную камуфляжную окраску его корпуса и ремешка. Ну, вы понимаете, что эти часы одни из немногих, одни из редких часов, для которых создан специальный ремешок. Ну, потому что если мы, предположим, часы какие-то стальные, золотые, что-то такое, полировка и все такое, и к ним прилагается вот такой ремешок, вы, наверное, подумаете, ну, что-то здесь не так. Здесь все так и все правильно. Камуфляж на циферблате, камуфляж на корпусе, задняя крышка корпуса, ну, здесь защитная пленочка, вы видите, без камуфляжа и камуфляж на ремешке. Вот как это все выглядит. Смотрите на телеграм-канале All Time, там должны быть викторины. Я немножко, наверное, раскрываю, а может быть, наоборот, закрываю эту тему. Не знаю. Ну, короче, классные викторины, которые мы вместе с All Time задумали и пытаемся воплощать в меры наших сил. И там в том числе будет вопрос именно об этих часах, поэтому я то самое слово не буду говорить. Итак, это хронограф кварцевый. Кстати, очень мне интересно узнать, вот корректирующая головка, она фиксируется на резьбе, так что часы, кроме всего прочего, еще и водостойкие. Вот я обратно закрутил корректирующую головку. Итак, хронограф. Обалденная штука. Ну, то есть, вот фишка, фишка в самом таком правильном смысле, правильном значении этого слова. Ну, кроме дизайна, который все понимают, и тут, в общем-то, не нужно много слов тратить, чтобы объяснить. Когда вы нажимаете старт хронографа, то вот, 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 смотрите, вот сюда, то здесь вот этот вот диск начинает, в общем-то, с бешеной скоростью вращаться. Честно говоря, не знаю, насколько хватит батарейки этих часов. Это надо было бы узнать у создателей, у их создателей. Ну, понятно, что одно дело маленькая тоненькая стрелочка, которая делает оборот в одну секунду, а другое дело это вот, ну, в общем, такой прозрачный диск, который гораздо более массивный и должен кушать гораздо больше энергии, нежели вот такая вот стрелочка. Ну, тем не менее, бренд сделал этот дизайн, мы пользуемся, мы, так сказать, любим такие фишки. Вот сейчас я сброшу хронограф, часы перешли, ну, в общем-то, в режим индикации времени. Вот такой вот бомберг. Следующий образец уже у меня на руке, это скелетонированные часы бренда Epos. Они выполнены в дизайне All Black, ну, за исключением стрелок, которые, в общем-то, не черный, это полированный белый металл, хотя, почти, поскольку он полированный, почти во всех позициях, почти во всех точках, аспектах, когда вы смотрите на эти часы, они что-то, что-то черное они доловят, и, в общем-то, отблеск тоже получается черным, отражение получается черным. Итак, All Black, черный браслет, черный корпус и черненый механизм. Он скелетонированный, но вы вот ввиду всего вот этого вот исполнения All Black, все в черном, вы, в общем-то, с трудом обращаете внимание на то, что это часы скелетные. Вот я постараюсь показать это вот так, чтобы было видно прозрачность. Вот вы видите, механизм прозрачный. Кстати, он еще не завелся, сейчас мы это сделаем. Вот преимущество скелетных часов и, так сказать, фишки в этих скелетных часах в том, что вы можете видеть, во-первых, баланс, который начинает работать. Вот я подзавел механизм, он пошел уже пошустрее, ну, в смысле, более активно. На точность измерения времени это влияет не настолько сильно, как вот на видимые движения баланса. И вот здесь вот в верхней части циферблата вы видите открытый заводной барабан, в нем заводная пружина в полностью заведенном состоянии. Все ее витки должны сконцентрироваться около центра. Когда она находится в таком почти опустошенном виде, то все витки, наоборот, находятся на периферии, как она, в общем-то, сейчас и есть. Я чуть-чуть их подвинул к центру. И когда вы начинаете заводить, вы, так сказать, видите, что вот эти витки, они постепенно и переходят от периферии к центру. То есть у механизма получается очень большое количество энергии, достаточное, ну, где-то, наверное, на полтора дня завода, а может быть на два. Все зависит от конкретной модификации механизма. И вы видите, что вот этот огромный такой баланс, он действительно огромный для наручных часов, он начинает исправно работать, спиралька, которая вот внутри стоит, она начинает пульсировать. Это такое живое сердце механических часов. Ну, как это обычно поэтически преподносится, поэтично преподносится швейцарскими часовщиками и их пиарщиками. Но, тем не менее, мы, так сказать, мы здесь смотрим на фишки. Короче, фишка понятна. Вы видите механизм, вы видите, как он работает, как на него влияет то, что, ну, любые манипуляции, которые вы осуществляете. Ну, и в конце концов, это просто классные часы, вот такие не совсем очевидные, не совсем, так сказать, раскрытые для всех, что это скелетонированный механизм. Но, так сказать, именно для вас. Вы в курсе, вы смотрите, вы знаете, как этим пользоваться, что с этим можно делать и как об этом можно рассказать, что очень важно. Фишка о заводе часового механизма и о такой его характеристике, как уровень запаса хода, то есть, ну, количество часов, который механизм способен работать на вот той энергии, которая у него уже есть. Итак, об этом и вот эти вот часы. Впервые вижу в витринах магазина All Time этот бренд. Он называется Венецианико. Ну, в общем, такое говорящее название. Понятно, что эти люди, которые имеют отношение к этому бренду, создают эти часы, задумывают их, производят. Они имеют отношение к Венеции. Ну, наверное, я могу так предположить. Тут вы видите такой красивый времен возрождения. На оборотной стороне вы видите красивую рельефную, с рельефной отделкой заднюю крышку корпуса. Тут архитектурные достопримечательности, все нужные технические надписи, автоматический механизм 10 атмосферный, то есть 100 метров водостойкость, а чаю 316 типа сталь, неживящая сталь, классическая, традиционная, 316 марки, Vietro Zafiro. Это специальное такое сапфиро-купольное сапфировое стекло с плоской верхней поверхностью. Ну, такая особенность, которая имитирует часы 30-х, конца 30-х, 40-х, 50-х, когда были изобретены акриловые стекла, то есть плексиглас, и они делались именно вот в таком вот дизайне. Это было очень популярно в те годы. Ну, и, в общем-то, сейчас часы винтажного стиля, они, в общем-то, используют эту штуку. Но здесь не винтажный стиль, здесь, скорее, современный городской. И вот с небольшой такой сложной дополнительной функцией, сейчас я ее попытаюсь инициировать. Вот здесь вот написано резерва дикарика. На итальянском языке это значит запас хода. Вот я завожу механизм, и вот видите, вот эта центральная стрелочка с Т-образным наконечником голубым, она начинает передвигаться 5 часов, ну, и так далее. В общем, опять-таки, это тема для разговора, тема для того, чтобы показать часы и что-то про них объяснить интересное. Здесь вот такого рода фишек тоже предостаточно. В этом смысле очень богатые и достойные часы. Фишка вот этого болла, впрочем, стоп, у болла много фишек. Болл это один из брендов с маркировкой иллюминицирующими, третевыми иллюминицирующими элементами. Болл это один из немногих брендов, которые регулярно используют вот эти вот элементы. Ну, то есть, вот здесь даже цифра 12, 9 и 6, они выложены вот этими маленькими третевыми трубками. Ну, соответственно, третевые трубки есть на стрелках, чтобы это все было. Так вот, это новая, в общем-то, разработка. Ну, я, по крайней мере, в первый раз держу в руках часы вот с этой вот функцией. Это многозонные, ну, в буквальном смысле слова, часы-болл. Ну, то есть, в чем заключается их многозонность? В том, что время показывается стрелками. Это один часовой пояс. Ну, по умолчанию предполагается, именно тот часовой пояс, где вы находитесь. Вторая часовая зона, она отмечается вот этой вот стрелкой. Сейчас я вот, собственно, к изобретению перейду. Вот эти вот милые кнопочки, вот здесь вот, это не хронограф. Они переключают вот эту стрелку. Причем переключают в двух направлениях, что очень удобно. Как туда, так и обратно. Ну, то есть, вы случайно промахнулись, промахнулись, там, пошли не туда, например. Ну, просто забыли, куда что идет. Вот. И вам надо, в одном случае, если была бы одна кнопка, вам бы пришлось гнать стрелку по циферблату за 24 клика, полный оборот делается. Вот. Здесь, в общем-то, легко подстраиваете. То есть, вы летите куда-то там. Ну, это трудно сейчас представить, но тем не менее. Ну, например, вы летите во Владивосток. Вы знаете, что там 7 часов, соответственно, в плюс. То есть, они идут раньше нас. Ну, я сейчас в Москве, поэтому идут на 7 часов раньше нас по вот этим часовым поясам. Поэтому надо часовую стрелку угнать на 7 кликов назад. Вот сейчас вот здесь, допустим, 5 часов вечера. Мы поэтому подводим, подводим эту стрелочку к 17. Итак, в Москве сейчас 17. И потом, чтобы... Вот я вот промахнулся. И потом, чтобы... Нет, не промахнулся, все правильно. И потом, чтобы лететь на восток, соответственно, часы увеличиваются. И вы делаете просто 7 кликов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И вот теперь у вас, допустим, вы не летите, а летит кто-то. И вы уже знаете, что этот кто-то. У него сейчас полночь. Здорово. Петропавловский, Камчатский полночь. И завершим наш обзор часов с фишками. Вот этим интересным образцом из коллекции швейцарского Брэда Вайнер. Ну вот я начал радостно вращать ободок. Он заработал. Щелточки храповика, вы слышите? Вот пытаюсь назад. Нет, не работает. Ну, в общем, по всему. Вы видите, и я вижу, что это дайверские часы. Ну, это абсолютная классика с мощными такими светящимися, люминисирующимися маркерами. Вот сейчас я освобожу заводную головку, чтобы покрутить стрелки так, чтобы их было лучше видно. Так, восстановили водостойкость. И так, вы видите, стрелки тоже крупные. Очень много люминофора. Они на этом не экономили. Часы очень хорошо, поэтому читается. Вот я даже создаю такое затемнение, люминофор включается. Ну, то есть он становится виден. Эти часы созданы для каких-то таких, так скажем, не совсем удобных обстоятельств, включая, ну, где-то там подводную темень. Или, ну, так сказать, ночное время, когда тоже не вредно иметь светящиеся стрелки и маркеры, чтобы понять, который час. Итак, часы водостойкие, технические. Здесь все правильно. Стальной браслет. Кстати, очень хороший стальной браслет. Вы видите, такое сужение плавное. Ну, в общем, такие классные всякие фишки. И из этого, из правил этого жанра. Я сейчас поставлю нулевой маркер на минутную метку, как это, на минутную стрелку, как это положено перед началом погружения. Итак, погружаемся в эти часы. И что здесь интересного? Это, ну, в общем-то, довольно-таки нечасто возникающий в часах дайверского жанра дымчатый циферблат. Циферблат с дымчатой отделкой. Здесь он серый, то есть в центре он такой серебристый, такой металлический серый оттенок. И наружу он становится все более темным. Не до черного, ну, просто до темно-серого, такой антрацитовый. И слегка, ну, вот мне кажется, чуть-чуть есть голубой тон. То есть это холодный, то, что называется холодный серый. Итак, холодный серый дымчатый ободок, дайверские часы. По технике все правильно, комфортно. Вот так это выглядит на руке. Ну, в общем, тоже. Это тоже фишка, тоже важно. Приходите, примеряйте с фишками, без фишек. То, что вам нравится. В алтайме часов много. Я не устаю это напоминать, это повторять. Это важно. До свидания, до встречи в будущих сюжетах.